Вы смотрите отзыв об отеле Фоскари Пелес. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Турик, который был в нем в 2014 году. Останавливались в отеле с 19.09 по 21.92014 перед круизом. Отель бронировался достаточно близко к поездке, поэтому в нашем любимом Аквапелес места уже не было. Соответственно, выбирали отель в центре, на канале, чтобы водное такси к дверям от приливов не зависело, с удобным доступом в круизный порт и рейтингом ближе к 9. Фоскари Пелес, 87.10 по букингу, был на тот момент лучшим вариантом и с гуманной ценой. На 2 плюс 1 на завтраках по невозвратному предоплатному тарифу он обошелся всего в 680 евро плюс сити-такс. Отель не разочаровал, историческое здание на Гранд-канале, исторические элементы декора в общих помещениях, витрины с масками и элементами антиквариата, создают правильное настроение, хотя старинность номеров все-таки не совсем в нашем вкусе. Завтраки хорошие. Территориальное расположение тоже вполне. Всему заявленному на букинге отель соответствует. Так что мы, возможно, будем останавливаться в нем и в будущем при отсутствии мест в Аква Пелес. Фоскари Пелес, единственное, что не понравилось, мы выписались утром и оставили вещи на хранение до второй половины дня. Обычно в таких случаях их убирают и дают квиток, по которому их позднее получаешь. Тут же их просто поставили с кучей остальных чемоданов в холле у лестницы. И забирали мы их также, взяли в кучу, что понравилось. Хорошо, что нам наши понравились, и что до этого они больше никому не понравились, и ушли. Интерьер. Вид от главного входа. Вид из окна. Про саму Венецею сломано уже немало клавиатур, но удержаться и не запастить очередных типовых фоток любимого у нашей семьи города, я не могу. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.